Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодня у нас тема называется «Женское здоровье». У нас в студии участковый врач-акушер-гинеколог Центра охраны здоровья женщин, городской поликлиники номер 4, Жукова Кристина Юрьевна. Здравствуйте! Добрый день! Кристина Юрьевна, тема женского здоровья, она очень, я думаю, актуальна и очень интересна будет нашим сегодняшним телезрителям. И мой первый вопрос будет таким. Скажите, насколько распространены женские заболевания, ну, может быть, и у нас в регионе, и, может быть, и в целом в стране? И вообще, как часто к вам приходят именно с жалобами или с проблемами, касаемо именно вот этой сферы? Ну, безусловно, как и любые заболевания, заболевания женской половой сферы, к сожалению, имеют тенденцию к увеличению их числа, и, соответственно, больше женщин приходят на прием с конкретными жалобами, а не просто с профилактической целью. И в связи с этим в женской консультации, как правило, осуществляются специализированные приемы по направлениям для того, чтобы женщины уделили максимум внимания, больше рассказали, лучше обследовали, объяснили причину и назначили соответствующее лечение. Либо это просто общий прием врача-акушерогинеколога, который уже решает, сможет он сам помочь женщине с ее жалобами, или необходима консультация следующего звена, такие как, например, онкологический диспансер или другие виды более профильных стационаров больниц и поликлиник. Ну, то есть уже какая-то муштизация вырисовывается. Совершенно верно. А скажите, пожалуйста, вот когда женщине, вот, ну, женщина совершенно здорова, она считает себя здоровой абсолютно, ну, все-таки она должна посещать гинеколога, и как это часто нужно делать? И другой вариант, какие должны появиться жалобы или симптомы, что она прям вот немедленно должна обратиться именно к вашим специалистам? Если отвечать на первую часть вашего вопроса, я бы сказала так. Женщины, у которых менструальная функция уже есть, еще не прекратилась, но уже началась, если это молодое поколение подростков после 18 лет, им необходимо посещать врача женской консультации без жалоб. Если жалоб нет, это минимум один раз в 4-6 месяцев. Женщины в менопаузе, у которых также отсутствуют какие-либо жалобы, посещают врача-акушерогинеколога минимум один раз в год. Все остальное по требованию, по состоянию, по жалобам. И если говорить о второй части вашего вопроса, то, безусловно, что должно насторожить женщину? Если это женщина менструирующая, то ее должны насторожить непонятные кровенистые выделения, не связанные с менструальной функцией. Ее должны насторожить выделения из половых путей, которые имеют посторонний цвет, запах, причину которых непонятно, и разобраться в этом поможет врач-акушерогинеколог. И, кроме того, не следует забывать об еще одной области, которой на сегодняшний день занимаются диагностикой врачи-гинекологи – это область молочных желез. То есть иногда женщина теряется, не понимает, к какому специалисту требуется ей обратиться. Она сразу считает, что нужно идти к онкологу, как минимум. Но прежде чем попасть к онкологу, она должна прийти на прием к своему участковому гинекологу. То есть молочные железы осматриваются с той же частотой, что и другая сфера женских половых органов, независимо от того, есть жалобы или нет. Какое требуется обследование в зависимости от времени прохождения, то есть когда женщина его проходила, не проходила, подходит ли очередное время соответствующего обследования молочных желез, также ей подскажет врач на приеме. А все-таки какие чаще всего заболевания гинекологические встречаются? Я бы сказала, что вот именно на сегодняшний момент больше превалируют все-таки жалобы не воспалительного характера, а жалобы, связанные с нарушением менструальной функции. Дисгормональные изменения, опять-таки в молочных железах, дисгормональные изменения вообще в целом в организме, когда у женщины вплоть до прекращения менструальной функции совсем женщина начинает набирать вес. И первый специалист, к которому она, по сути, должна обратиться, это опять-таки гинеколог. Скажите, пожалуйста, а вот наследственность играет какую-то все-таки роль и на возникновение самого гинекологического заболевания, и, может быть, даже на течение заболевания? Я бы сказала так, что наследственность играет очень большую роль не только в заболеваниях гинекологических, но и, скажем, в репродуктивной функции женщины. То есть, когда врач собирает анамнез, расспрашивает женщину, помимо тех жалоб, с которыми она пришла, обязательно уточняет, а как было у ее мамы, а были ли такие же симптомы, а в каком возрасте они появились у ее мамы, у ее тети, то есть ближайшие родственники по женской линии. То же самое касательно и заболеваний гинекологических, таких, как, например, миома матки. То есть на сегодняшний день нет единой теории возникновения данного заболевания, и, соответственно, мы, как врачи, не можем найти того лечения, которое бы вылечило это состояние. Миома матки считается хроническим заболеванием, чаще всего доброкачественным. Но вот имеется взаимосвязь непосредственно с женской линией. То есть, как правило, женщина, у которой имеется миома с агрессивным течением, это быстрый рост, это обильное кровотечение, которое дает миома. Если уточнять анамнез, выяснится такая же особенность, скажем, у мамы женщины, либо у сестры старшей и так далее. То есть такая взаимосвязь, безусловно, есть. А вот вы немножко уже коснулись вопросов репродуктивного здоровья, и если продолжать эту тему, вот в плане беременности. Сейчас все-таки такая тенденция идет, что немножко возраст наступления беременности, он немножко так отодвинулся, скажем, на более такой поздний возраст. Это, как вы считаете сами, ваше мнение, это правильно или неправильно, или это просто стечение времени такое? И все-таки в каком возрасте самый оптимальный возраст для женщины для наступления беременности? С одной стороны, скажем так, чуть запоздала или поздняя беременность, первая беременность у женщин, она оправдана нашими социально-экономическими вопросами. То есть женщина выучилась, получила среднее образование, получила высшее образование, потом ей нужно себя реализовать. Она старается найти, скажем так, комфортабельное место работы, высокоуплачиваемое место работы. То есть постоянно идут какие-то борьбы за более высшее и высшее благо человечества, и это оправдано женщиной. И таким образом она отодвигает вот свою репродуктивную функцию, реализацию этой функции все дальше и дальше и дальше. Но следует помнить, что репродуктивный потенциал яичников, он тоже не безграничен. На сегодняшний день мы видим такие нюансы, особенности, когда молодая женщина, цветущая, у которой в анамнезе не было никаких вмешательств по поводу прерывания беременности, что, скажем, отражалось бы на ее женском здоровье. Тем не менее, в 27, 28, 29 лет женщина не способна забеременеть самостоятельно без помощи репродуктивных технологий. То есть что же случилось? А вот случилось как раз-таки то, что ее репродуктивный потенциал, к моменту, когда она уже, скажем, морально готова иметь детей, физические возможности организма уже истощены, находятся на границе тогда, когда женщина сама не может их реализовать без вспомогательных каких-то технологий вмешательств. Ну, тогда вот если женщина, например, планирует беременность, да, то есть вот все, запланировали беременность вместе со своим партнером, там, да, и вот как нужно все-таки к этому готовиться? Вот некоторые считают, надо сразу идти обследоваться, какие-то анализы проходить, там обязательно, ну, что врача посетить, это, конечно, однозначно надо, да, и в начале этого процесса, как говорится, да, вот, и как бы, чтобы врач ввел, да, женщину по беременности. Но все-таки подготовка, она все-таки должна быть какая-то подготовка у женщины? Ну, тот, скажем, мир, в котором мы сейчас живем, агрессивная экология, неправильное питание, стрессы, эмоциональные, физические перегрузки, они, безусловно, оказывают влияние на женскую репродуктивную систему, на мужскую репродуктивную систему. И здоровых женщин без каких-либо причин, без каких-либо заболеваний, к сожалению, я уже вижу очень мало и мало, и все меньше и меньше. Ну, абсолютно, скажем так, здоровых. Да, абсолютно здоровых, да, к сожалению, наверное, их становится все меньше и меньше, либо они проходят мимо нас, и мы их совсем не видим иногда, что очень печально. На что хотелось бы заострить внимание? Безусловно, поскольку супружеская пара решает, планирует беременность, она должна посетить врача. Если говорить о женщинах, на что нужно заострить внимание врача? Пожалуйста, женщина должна обязательно обозначить те заболевания, которые у нее имеются. Это врач решит, будут они значимы в планировании и вынашивании беременности или нет. Потому что зачастую женщина считает, что если у нее есть какое-то заболевание, допустим, заболевание щитовидной железы, это хроническое заболевание, оно никуда не денется от нее, оно будет присутствовать с ней всю жизнь. Другой вопрос, что на каком-то этапе врач-эндокринолог ввел это заболевание в состоянии ремиссии или в состоянии латентного течения, когда женщина искусственно поддерживает гормональный фон прием лекарств, и она считает, что она здорова, условно здорова. Но мы, как гинекологи, знаем, что как только в организме женщины появится беременность, это может быть пусковым механизмом к толчку, прогрессированию данного состояния. То есть женщина должна сказать, у меня есть такое-то заболевание, гинеколог обязательно решит, нужно послать ее к специализированному врачу, которому она будет получать соответствующее обследование, помощь и лечение, или даст какие-то общеклинические анализы, которые помогут подтвердить, что да, действительно заболевание находится в том состоянии, что не повредит беременности, планированию беременности, вынашиванию беременности и так далее. Вот зачастую вот эти нюансы ускользают. То есть женщина себя считает всегда здоровой, наверное, так же, как и любой мужчина. Но поймите, чем больше вы скажете информации на приеме врачу, тем легче будет врачу назнать вам не полный список обследований, а, скажем, какие-то уточняющие анализы, акцентирующие внимание на конкретных состояниях. Да, если говорить о полном обследовании, это безумно дорого. К сожалению, не все сейчас делается бесплатно по программе ОМС, да, в поликлиниках. Каких-то анализов вообще, в принципе, нет в Ульяновской области, например, анализы на какие-то генетические аномалии и так далее. И поэтому лучше, чтобы врач выбрал оптимальный объем обследования, чтобы объяснить женщине, для чего это ей, а женщина уже решит, готова она к этим тратам времени, средств и так далее или нет. И следующий нюанс – это, безусловно, касается тех супружеских пар, которые уже испытали какие-то разочарования в планировании беременности, у которых были неблагоприятные исходы беременности, неважно на каких сроках. То есть по европейским стандартам женщина, потерявшая три и более раз беременность, именно три и более, вот только тогда ей начинают заниматься в углубленном объеме, в расширенном объеме. То есть это вся в разной группе риска такая, да, получается? Да. Наши российские женщины, они более трепетно относятся к своему здоровью, к своей беременности. Они считают, что уже после первой неудавшейся попытки беременности ей должны заниматься специалисты более глубже, расширеннее, хорошо. Мы никогда не отказываем в этом, тем более инициатива женщины всегда приветствуется, да, если она сама пришла и просит, почему нет. Вот в таких случаях на помощь к нам приходят, скажем, специализированные центры. Это, например, перинатальные центры диагностики, где осуществляется специализированный прием врача-акушерогинеколога по нозологическим формам, который помогает разобраться, что же было причиной той неудавшейся попытки, что же стало следствием, как предотвратить последующие случаи. Либо, например, в крупных женских консультациях есть специализированные приемы, выделенный врач, выделенный кабинет, приемы, например, по эндокринному бесплодию, прием по невынашиванию беременности. То есть опять для того, чтобы женщине в полной мере дали всю ту информацию, которая ей необходима, чтобы ее успокоить. Дали информацию по обследованию, по планированию дальнейшего беременности, чтобы последующая беременность не стала для нее вот таким стрессовым моментом, что может случиться, повториться неблагоприятный какой-то исход. Ну вот тогда еще такой вопрос по поводу, ну очень много мифов есть различных, да, по контрацепции, да, вот особенно оральная контрацепция. Ну считают некоторые, что там повышение веса будет, какое-то нарушение обмена веществ и так далее. Все-таки есть какие-то плюсы, минусы, может быть, вот с позиции вас, как вот врача, может быть, что-то подскажете здесь, может быть, какой-то есть выбор всегда, да, или тут чисто индивидуально надо подходить? Вообще вот то состояние, которое вы описали, давно уже все ученые называют его гормонофобией. К сожалению, гормонофобия в Российской Федерации страдает не только пациенты, но и врачи. И на приеме приходится женщину убеждать, объясняя ей нюансы контрацепции. Но в чем должен быть уверен врач? То есть для того, чтобы подобрать ту контрацепцию, приверженность в лечении у женщины будет, если он подберет ее правильно, удобно для женщины. Мало ей выписать название таблеток гормональных. Ей нужно сначала ее нужно расспросить, а какая все-таки контрацепция ей нужна? Постоянная, когда половой партнер имеется, постоянный, что называется, не в каких-то вахтах находится, да, или это все-таки временная контрацепция, или женщина в ближайшие полгода планирует беременность, если смысл ее обозначать, ей направление в гормональной контрацепции. Или это женщина пременно-паузального возраста, у которой потенциальный, скажем так, резерв яичников уже давно исчерпан, но женщина менструирует и считает, что она может легко забеременеть. То есть все эти нюансы должны быть учтены. Что же говорит за плюсы гормональной контрацепции? Во-первых, на сегодняшний день гормональная контрацепция, если выбирать среди других способов контрацепции, является, пожалуй, самой надежной. Самая надежная. Да, то есть это верхняя ступень, самая надежность. Следующий плюс. Кроме того, что мы можем женщине подобрать контрацептивный эффект, мы можем еще и осуществить какое-то лечебное действие. На сегодняшний день гормональные препараты с контрацептивным эффектом могут использоваться при некоторых заболеваниях с лечебной целью. Ну да, противоспалительный эффект опять же тот же, да, и другие там эффекты. Бывает такая ситуация. То есть мы как бы убиваем двух зайцев назначением гормонального препарата. Следующий нюанс. Это тот, что прием гормонов осуществляется профилактика рака яичников, рака эндометрия, коллатерального рака, рака прямой кишки. Это очень актуально на сегодняшний день. Онкология не дремлет, она, к сожалению, молодеет, она тоже растет. Да, даже такое осуществляется прием гормонов. Если говорить о минусах, заметьте, я вообще не сказала ничего про повышение массы тела. На сегодняшний день не осталось гормональных препаратов с контрацептивным эффектом, которые бы вызывали повышение массы тела. Их нету, мы ими не пользуемся. То есть все то, чего женщина боится, это, грубо говоря, ее рук дело. Что еще боятся женщины? Очень часто женщины боятся пропустить ту заветную таблетку. Да, бывают такие ситуации, но тогда мы ей порекомендуем не гормональные таблетки, а, скажем, гормональный пластырь, трансдермальную систему. То есть на кожное, через кожное поступление гормонального вещества в той же дозе, что и в таблетированных препаратах, но при этом не нужен каждодневный контроль приема таблеток. То есть все эти нюансы можно выяснить, можно спросить, и если врач считает, что есть какие-то неблагоприятные моменты, которые могут усугубиться приемы гормонов, но не возникнуть от их приема впервые, она назначит соответствующее дообследование, объяснит женщине, для чего это нужно. Как правило, женщины очень рады, что врач-гинеколог обращает внимание на их ноги, расспрашивает о давлении, то есть она счастлива, что врач-гинеколог расспросил еще о чем-то, заострил внимание на каких-то других областях, и это очень симпатизирует. И тем более, если врач открывает карточку, листает, видит, что у женщины никогда не было обследования молочных желез, маммографии или УЗИ, и объясняет, что вам бы нужно такое обследование пройти, вам по возрасту нужно, по времени. Женщина с радостью с ним соглашается, проходит, все счастливо, довольны, врач получает ту клиническую картину в объеме обследования, которое провел, а пациентка рада, что ей уделили внимание, что выяснилось, что все хорошо, или наоборот выяснилась какая-то патология, которая будет требовать лечения. То есть, как правило, здесь удовлетворенность есть. Скажите, пожалуйста, а вот еще такой вопрос тогда. В принципе, вы уже коснулись немножко этого вопроса. Про физическую активность и правильное питание. Насколько для женского здоровья все-таки вот эта тема актуальна? Ну, давайте начнем с того, что эстетический вид, то есть то, как мы все выглядим, безусловно, не может нас не интересовать. Женщина здесь не исключение, а наоборот, то есть женщина всегда хочет хорошо выглядеть. Другой вопрос, посредством чего это достигается? Я сразу начну, скажем так, с плохого. То есть на сегодняшний день есть исследования, которые доказывают связь ожирения, избыточной массы тела у женщины с раком эндометрия. Разве кто-то хочет это получить? Безусловно, нет. Как только на приеме я вижу у себя девушку, молодую женщину, у которой есть избыточная масса тела, я сразу начинаю выяснять, как скоро вы планируете беременность. Планируете вы ли ее вообще в принципе? То есть начинается разговор издалека. Не про то, что ты пришла такая толстая и некрасивая, ты мне не нравишься. Безусловно, нет. А о том, что ее избыточная масса тела рано или поздно приведет к неблагоприятным последствиям. Эндокринная форма бесплодия – это, пожалуй, самая тяжелая поддающаяся форма лечения бесплодия. Когда даже вспомогательные репродуктивные технологии, назначаемые препараты для стимуляции овуляции, не действуют на таких избыточно полных женщин. То есть есть ресурсы, но при этом нет ответа. Все в руках женщины. И да, женщина начинает говорить, да я такой не была, я вот поправилась, ну вот год назад, ну полгода назад. То есть что произошло эти полгода назад? Потеря работы, какие-то свои внутренние переживания, связанные там с нестабильностью в личной жизни или еще что-то. Гинеколог на это не может подействовать. Но он может объяснить, что женщине нужно иммобилизировать собственные силы организма. Ей нужно, грубо говоря, взять себя в руки, потому что позднее она может столкнуться с необратимыми последствиями. Причем страдают не только женщины с избыточной массой тела, но и те женщины, которые активно пытаются худеть. Женщины забывают, а многие просто не знают этих нюансов, что жировая ткань вырабатывает гормон эстроген. Гормон, необходимый женскому организму. Соответственно, резкое похудание, резкое снижение массы тела. Падает количество этого гормона, и ответная реакция идет в виде нарушенных обменных процессов. Но нет месячных и нет. Женщина это не особо волнует. Главное, что она стройная и красивая. А что дальше мы хотим? То есть либо опять встанет вопрос о планировании беременности, либо она ощутит на своем внешнем виде дефицит этих гормонов. А вот немножко коснемся другой темы климакс. В каком возрасте все-таки вот этот климатический период наступает сейчас? Ну, по вашему, может быть, из вашего опыта или по статистике. И как с этим справиться? Потому что очень большая категория женщин, действительно, вот они даже приходят к врачам первого контакта, к тем же даже терапевтам или кардиологам, или там другого профиля. И жалобы предъявляют такие, прямо типичные, как раз для климатического синдрома. Вот здесь взаимодействие врачей, опять-таки, вступает в силу, потому что есть терапевты, есть кардиологи, которые перенаправляют женщину к гинекологу. Неврологи. Неврологи. И иногда даже гинеколог направляет наоборот к соответствующим специалистам. Это правильно. Потому что симптоматика настолько сходна с терапевтическими неврологическими изменениями и сходна с климактерическими изменениями, что взаимодействие здесь требуется. Ну, скажем, на сегодняшний день средний возраст наступления менопаузы у женщины – это 51-52 года. Ранняя менопауза, ранее 45 лет – это патологическое состояние. Поздняя менопауза, позже 55-57 лет – это тоже патологическое состояние. То есть не всё хорошо, что рано или наоборот поздно. То есть однозначно к специалисту надо идти, да? Безусловно. Безусловно. Этого не стоит бояться. Врач искусственно ничего не будет вызывать или притормаживать. Главное – наблюдение. То есть если во время этого наблюдения врач выявит какую-то патологию, заболевание, именно от того, что менопауза наступила слишком рано, или наоборот затянулась менструальная функция у женщины в возрасте, то есть она подскажет, своевременно выявит, и этим будет осуществляться профилактика более тяжёлых заболеваний. А в первую очередь мы всегда считаем, что на первый план нам нужно исключить какие-то онкологические процессы, более затрагивающие, скажем, здоровье женщины. Во время профилактических осмотров, то есть женщина менструирует, не менструирует, врач обязательно расспрашивает, когда что началось или закончилось, какие симптомы были. В норме менопаузы – это отсутствие менструальной функции у женщины в течение года. То есть даётся интервал времени в течение года, чтобы менструальная функция закончилась. Вот она совсем прекратилась, 12 месяцев женщина не менструирует, мы можем говорить о том, что у неё наступила менопауза. И вот в один прекрасный момент, прошло 3-4 года, женщина живёт счастливо, довольна, у неё начинаются кровянистые выделения. Она говорит, о, у меня пришли месячные, нужно бежать к врачу. – Бегом. – Бегом бежать, да. То есть, к сожалению, та органическая патология репродуктивной системы у женщин возрастного плана, она в первую очередь связана с онкологией. И мы всегда об этом говорим, что никакие не менструации у вас пришли. У вас патология идёт, вам нужно обратиться к врачу. И наоборот, женщина молодая, 43-44 года, прекращение менструальной функции. Ну и что? Я чувствую себя благоприятно, мне всё хорошо. То есть, о чем обусловлено? Вы дойдите до врача, вы обследуетесь. На самом деле ваши яичники уже перестали функционировать, работать, и ваш организм уходит в менопаузу. Или опять-таки какая-то органическая патология вызвала такие изменения? – Ну вот ещё хочется такой вопрос за, скажем так, мужскую часть наших телезрителей спросить. Что вот мы, мужчины, всё-таки знаем или не знаем о женском здоровье? И какова роль нас, мужчин, именно в здоровье вас, женщин? Как вы считаете? – Ну, наверное, всё-таки мужчины знают очень мало о женском организме, о женском здоровье. К сожалению, мужчины начинают проявлять свой интерес тогда, когда его женщина, скажем, вынашивает его ребёнка. Вот тогда у него появляется заинтересованность в здоровье мамы, в здоровье малыша. – Такой эгоистический какой-то эгоизм, да? – С одной стороны, это очень здорово, это приветствуется. Я вижу такие супружеские пары, которые приходят на приём вдвоём. Когда мужчина интересуется, спрашивает, это одно, но, к сожалению, каких-то пар, которые бы пришли заблаговременно для того, чтобы выяснить какие-то нюансы. Или женщина обозначила, что её половой партнёр интересуется, какое обследование, почему ей назначили, почему не назначили ему обследование. Я такого не вижу, это очень печально. – Ну, я думаю, нас сегодня многие мужчины услышали, да, и, наверное, всё-таки будут какую-то лепту в здоровье своих женщин, да, всё-таки вносить. Очень хочется этого. И, может быть, в конце программы наши какие-то советы дадите нашим женщинам? – Тот специалист, который всегда рад видеть женщину на приёме – это гинеколог. Я всегда говорю, что только гинеколог – это та специальность, которая работает для женщин и только для них. Поэтому стесняться, бояться приёма гинеколога не стоит. Даже если у вас нет жалоб. Это самое приятное слышать, что доктор, мне ничего не беспокоит. Я пришла просто на профилактический приём. Следующий нюанс. Те супружеские пары, которые планируют беременность – первую, третью, пятую. Независимо от того, посетите врача-акушерогинеколога или врача репродуктивного центра, который вам подскажет, какое обследование нужно пройти. Независимо от того, имеете вы здоровых детишек или у вас нет детишек, но вы себя считаете здоровым. То есть врач вам подскажет, что необходимо, даже если не в качестве дообследования, то в качестве приёма специализированных витаминных комплексов, которые осуществляют профилактику генетических аномалий у ребёнка. И, безусловно, хотелось бы, чтобы мужчины больше интересовались и своим здоровьем. А на сегодняшний день мужским здоровьем у нас занимаются не только врачи-урологи, но и врачи-андрологи. Ну и, безусловно, обращали внимание на здоровье своих женщин. Своевременно направляли, давали напутствие, что женщине нужно обратиться к врачу. И вот такие ситуации тоже бывают, когда женщина не хочет по каким-то нюансам, боится, стесняется, ещё что-то идти, и приходит на приём со словами «Меня к вам прислал муж». То есть нужна поддержка. Очень здорово, мы рады видеть вас. То есть чтобы мужчина обращал внимание на своё здоровье и на здоровье своей женщины. И тогда, безусловно, он получит, мы получим здоровое поколение. А это самая большая радость, когда в процессе беременности женщина получает здорового ребёнка, мы видим здоровую маму, счастливую маму, счастливого папы, здорового малыша. Это всё, к чему мы стремимся. Ну поэтому национальные проекты, здравоохранение, демография, они настолько взаимосвязаны. И в основе их лежит именно здоровье женщин тоже. И как итогом, да, это рождение здоровых детей и увеличение численности населения здорового поколения. Поэтому я всегда, мы из программ в программ, всегда говорим, что самое главное, это вот как раз людям помнить о том, что мы медики всегда рядом. То есть не нужно заниматься каким-то самолечением, самообследованием и так далее. Действительно нужно обращаться к нам, к специалистам, к докторам. И тогда будет всё хорошо и всё будет под контролем. Совершенно согласна. Тем более, что первичное звено здравоохранения, которому мы все служим, да, я участковый врач, оно всегда рассчитано таким образом на помощь, что если врач не знает, не может, не понимает или не в его силах оказать помощь пациенту, он всегда знает, кому перенаправить. То есть как оказать максимальную помощь в диагностике и лечении. На сегодняшний день такая взаимосвязь осуществляется не только в пределах Ульяновской области, но и других городов, центров, специализированных центров, Москва, Санкт-Петербург и так далее. То есть есть выбор в помощи и самое главное, есть выбор в бесплатном лечении. Об этом не стоит забывать. Многие пациенты считают, что если в Ульяновске какой-то вид оперативного вмешательства, какой-то вид диагностики нету, недоступен, то на этом, что называется, всё. Все пути закрыты. Нет. Мы можем взаимодействовать с другими городами. Они прекрасно берут ульяновцев на оказание помощи высокотехнологичной, причем бесплатно берут. Не нужно собирать каких-то безумное количество документов, каких-то очередей ждать и так далее. Все это осуществляется очень быстро. Поэтому самое главное, своевременно дойти и обратиться. То есть, резюмируя, ни одна женщина без внимания в Ульяновской области не останется. Безусловно. Спасибо вам большое. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, берегите себя. До новых встреч.